Всем привет, друзья! Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Валентина. Сегодня вышла на прогулку. Хорошая погода у нас. 9-10 градусов где-то. Солнечно, приятно. На прогулку вышла. Я обычно гуляю около дома. Но в последнее время я перестала гулять у дома. И надоело мне, во-первых. Во-вторых, мне там мешает соседка. У меня очень сложные отношения с соседкой. И приехала в соседнюю деревушку. Здесь такой хуторок. Поэтому здесь гуляю. Немножко приятнее сменить место, чтобы погулять. Да и никто тебя не дергает здесь. Хоть и есть люди, но им до меня дела нет. То, что я гуляю, у меня просто соседка отравляет мое существование. Такое солнце. Короче, не знала, как свистило. Тут скамеечка такая. Я села. Сейчас вам расскажу историю с соседкой. Я 18 лет живу в Италии, да. Когда я приехала в Италию, ну, когда я вышла замуж за мужа, в нашем доме, наш дом, он состоит из нескольких квартир. Получается, половина дома – это соседи. Соседи – это же двоюродный брат моего мужа, его жена. У них на то время, когда я приехала, была еще старенькая бабушка, то есть мама двоюродного брата моего мужа. И дети. Ну, дети сейчас уже взрослые. Им там 30-35 лет. Вот такие парни. А маме, соседке моей, на данный момент 57 лет. Но когда я приехала сюда 18 лет назад, ей было 39 лет. Значит, следующая квартира, которая находится между нами и соседями, это была квартира моих свекров. И получается, что, ну, как бы соседи, потом мои свекры, потом уже наша квартира. Ну, и хочешь не хочешь, естественно, каждый день приходится сталкиваться с соседями. Хотя напротив нас еще есть там два домика через дорогу. У нас такой хуторочек маленький. И там тоже живут соседи, но они такие, что они не лезут совершенно в чужие дела. Они там своим чем-то занимаются. Они мне не мешают совершенно. Вот. А вот соседка, которая в моем доме, у нее сразу же, как только я приехала, началось ко мне какое-то, я не знаю, какое-то странное отношение своеобразное. Честно, я не понимаю. Ну, как бы не понимаю, что она от меня хочет. Ну, а с другой стороны, ну, все можно понять. Почему? Потому что, значит, когда я приехала, она, в принципе, всю жизнь работала в огороде. У моих свекров и у соседей, у них огромная территория в огороде. Я надеюсь, что вам слышно. Здесь мотоциклы. Сейчас подожду, пока они уедут. Мотоциклы, машины здесь, проезжая часть. Ну, просто там, где далеко от проезжей части, не было скамейки, чтобы сесть и поговорить. Вот, значит, моя соседка, она, муж у нее работал на фабрике, она же занималась вот этими гектарами. У нас у свекра было 4 гектара земли, сейчас это земля наша, он оставил нам наследство. Но у соседей там намного больше, там у них что-то гектаров 10 земли. И эта соседка, так как муж работал на фабрике, соседка занималась вот этой землей. То есть, соответственно, она брала трактор, ехала на тракторе, вспахивала эту землю, засеивала. Также у них были овцы, немного, но для дома, но были овцы. Свиней она держала, овец, петухов, индюков, в общем, уток, все, что хотите. У них огромное хозяйство, естественно, этим занималась она. Ну, она молодая женщина, 39 лет, но она уже сколько лет занималась этим. И получается, что у нее, ну, как бы человек, вот сколько я ее знаю, уже 18 лет, она никогда не ездит ни на море, ни в отпуск, то есть, ни куда-то в ресторан. Вот человек, человек вот просто пашет, и все, в огороде в этом пашет, вот сутками. А у них большой виноградник, огромнейший виноградник, и они вот выращивают виноград вот этот. Вот этот виноград требует очень много работы, потому что там нужно еще и его подрезать постоянно, подвязывать. Короче, очень большую, ну, очень много-много работы. И она, естественно, вот это вот пахала сутками. А я приехала, сразу я пошла работать на фабрику к мужу. Да, мой муж на фабрике работал. Я пошла на фабрику работать. В принципе, и по выходным, естественно, мы выходили куда-то. Вот мы когда поженились с мужем, у нас была активная какая-то такая жизнь. То есть, вот после работы вечером мы, естественно, ехали в бар каждый вечер. И, ну, рестораны куда-то, на дискотеке с друзьями. Суббота, воскресенье обязательно у нас были дискотеки, бовлинг, рестораны. Ну, в общем, мы, ну, так вот, куда-то ехали, может, в горы, к морю, куда-то, может, на экскурсию. Мы постоянно куда-то ездили. Ну, потом пошли дети, знаете, как с детьми сложнее. Там еще, когда был первый ребенок, мы еще куда-то ездили постоянно, несмотря на то, что, как бы, и ребенок, да, мы ездили. Уже потом вот это вот прошло время. Второй родился, уже сложновато. Ну, как бы, возраст же уже, и свекры, кстати, стали болеть уже. Свекров особо не оставишь. Вот, ну, факт в том, что я работала на этой фабрике. И, ну, мы постоянно куда-то ездили. И соседи это очень сильно раздражало. Они постоянно высказывали, что вот, типа, на всем готовом, типа, вот якобы свекры занимаются землей, хозяйством, а мы, типа, развлекаемся. Простите, но мы-то тоже работаем, как бы, мы развлекаемся за свою зарплату, да, мы не просили ни у соседей, ни у свекров ничего. В принципе, мы жили для себя, за свои деньги, да. Потом я уже после рождения ребёнка, я полтора года сидела дома, полтора года здесь нету декретного отпуска, три года, как у нас там в Белоруссии. Здесь декретный отпуск три месяца после родов. Вообще, в общем, здесь шесть месяцев отпуск декретный. То есть я его разбивала три месяца до родов, три месяца после родов. Многие работают до родов, а потом берут шесть месяцев уже, когда родился ребёнок. Если ты не выходишь на работу, ты теряешь место рабочее Просто поэтому, ну, тут как бы особо не посидишь в декретном отпуске Естественно, у меня родился ребенок, у меня свекровь уже в возрасте была У них хозяйство моей свекрови начался Альцгеймер, по-моему, так по-русски, по-итальянски Альцгеймер, по-моему, да Ну, у человека проблемы с головой, куда я и ребенка буду оставлять, да Получается, мне уже, вот я сидела дома полтора годика Когда моему ребенку исполнилось полтора годика, я пошла на работу, оставляя ребенка на больную свекровь, у которой золовой было плохо, представляете? То есть это такой риск, что я сейчас, у меня волосы просто поднимаются, когда я вспоминаю это Вот, но на то время просто я пошла на работу, потому что я устала слышать, я устала слышать У меня постоянно какие-то упреки со стороны этой соседки, что ты вот ни хрена не делаешь, что вот на всем готовом Но меня содержал муж, и это наш был, ну, как бы семейный договор, мне как бы соседям ничего не надо было объяснять, это их не дело, да, как бы Но человек, я не понимаю, что он от меня хотела Короче, тогда уже начались какие-то завистливые, не знаю, какие-то завистливые вот такие вот нотки в мою сторону И вот родился ребенок, если мы находились где-то в доме, ее это раздражало Вот почему ты не идешь в огород, вот почему ты там, я не знаю, не идешь на грядки, почему ты там не идешь Ну, свекра уже тоже земля была, и они занимались ею Я, в принципе, занималась тоже, чем-то там оливки собирала, но я не хотела сразу вот на себя грузить вот это И заниматься, как она, пахать в огороде сутками Я не для того в Италию ехала, поймите это Что я там в деревне Беларуси жила, если на ту пошну, если мне пахать в огороде, то я бы там пахала в огороде Мне хотелось лучшей жизни, то есть если я ехала в Италию, я не хотела в огороде пахать здесь сутками, потому что я не для этого сюда ехала Естественно, что-то я помогала по хозяйству, свекрам, все, но не до такой степени, как она, естественно Ну, поймите, я-то была не оформлена как предприниматель, да, вот, что я обрабатывала землю. Она же была оформлена, она платила налоги, она за это получала деньги. И это у нее была официальная работа, за которую она получала деньги, платила налоги, у нее будет пенсия за это. Меня никто не оформлял, мне свекор отказал в этом. Потому что мой муж, когда заикнулся, говорит, давай оформим ее, вот у нее ребенок, давай оформим. Свекор отказался, он сказал нет, потому что я не доверяю, так как она иностранка. Ну, в общем, такое вот недоверие. У меня со свекором были очень сложные отношения. Ну, в общем, я пошла на работу. Я пошла на работу, уже ребенку было полтора года. И я пошла работать в отель, потому что на фабрике там было сутками пахать надо. Ну, там рабочий день был с 6 утра до 7 вечера, ну, и на обед там давалось полтора часа. Когда у тебя маленький ребенок, полтора годика ребенку, то есть ребенка не видит сутками, это не для меня. Я пошла в отель. В отеле я там работала с 8 утра до 4 вечера. И остальное время я проводила с ребенком. Я приезжала и брала ребенка. Мы ехали куда-то на детскую площадку. Знаете, как мы же живем в поле, тоже что там. И, понимаете, ее это раздражало. Постоянно слышала я в свою сторону какие-то упреки, что я где-то там катаюсь, что я там где-то развлекаюсь, что я ни хрена не делаю. Вот это я не понимаю, потому что я-то работаю, мне куча дел, я и свекрам еще потом помогала, когда свекрови становилось все хуже и хуже. Я-то ее повозила по докторам, я ей инвалидность выбивала, я, в принципе, за ней смотрела, я им делала покупки, я у них в доме убирала, я им топила камин. В принципе, но я делала очень много работы, я смотрела за ними. И вот эти вот непонятные какие-то упреки в мою сторону, как будто бы она все за меня делает, мне это непонятно было. Но она меня вот как-то сразу приняла с завистью, с какой-то соседком. И чем дальше вперед, тем больше это все у нее проявляется. Вот уже прошло 18 лет сейчас, да, вот два года назад у нас начался ковид. Ну, как здесь, да, везде он начался. Ну, здесь вот это нас посадили на карантин, были сильнейшие ограничения, мы сидели дома на карантине месяца два, нас сразу закрыли, да. И у нее тут началась какая-то депрессия какая-то, я не знаю, но факт в том, что... А еще в придачу у нас получается вот этот карантин, да, мы сидим дома. И в придачу появляется, ну, как-то проходит град, сильнейший град. И там люди ходят, мне неудобно сейчас минутку. Я, короче, одела очки, потому что очень-очень солнце здесь спечет, и неудобно. Вот, и, наверное, сяду как сидела, вот так, да, вот так сяду. Вот, и насчет града я стала говорить, тут град еще пошел. Ну, как все происходило? Началось с того, что нас посадили на карантин, и получается, что мы... Мы муж сидел два месяца дома, ну, как бы не работал, но у нас уже было свое предприятие, мы начинали свое предприятие с ноля. Мы брали большой-большой кредит. И этот кредит был, чтобы вы понимали, то есть мы на предприятие потратили 120 тысяч евро. Это все с ноля было, то есть вы представляете, это все надо было выплачивать. То есть нам, естественно, соседи же эти деньги не давали, но их это бесило реально, что вот у нас какое-то предприятие, соседку это уже бесило. То есть получается, что она как-то... Ее стало раздражать, типа, что вот как-то я живу лучше ее или что. Вот, и постоянно какие-то упреки в мою сторону. Тут мой муж сидит уже два месяца на карантине, он не работает. С ихней стороны поступают такие нам постоянно какие-то упреки или что, или как сказать. Блин, у меня рука трясется что-то, я не знаю, как это мне так сесть, чтобы оно... Вот, и получается, с ее стороны, значит, слышу я такое в сторону моего мужа. Вот, что, не работаете, денежки вам не поступают, вот, ну, какие-то такие насмешки в нашу сторону, типа, наконец-то вот, типа, что вы по нолям, да, типа, денег нету, да, вот сидите дома там, да, два месяца ни хрена не делаете. Ну, какие-то такие вот были упреки в сторону. И тут приходит град, сильнейший град, вот пришел сильнейший град, а у них виноградник, они на этом зарабатывают. Огороды у них, земля, они вот именно, уже мужу не работал на фабрике, у них вот постоянное дело было, это ихняя земля. Получается, что у них град этот уничтожил абсолютно все. Ну, не у них, у нас тоже там все пострадало в огороде, но мы, как бы, у нас доход основной идет с предприятия, вот этого, которое мы начали. То есть мы занимаемся свиной, свиным мясом, да, мы тушим свиней, продаем их. И, в принципе, нам огород постолько, поскольку, ну, там такой небольшой еще доход идет с огорода, с этих земли, да, но это уже такое. В основном у нас другой доход. Получается, что у них град уничтожил все в огороде, в этот виноградник полностью и все остальное. Ну, а у нас что пострадало? Ну, там огород пострадал немного, но так как у нас было зерно, там оно пострадало постолько, поскольку. Вот, сейчас подождите, еще кто-то, я, я, мне неудобно, когда люди проходят мимо, и вот мне как-то неудобно потом снимать, скажут, разговаривает, сидит дура какая-то, да. Вот, и получается, что у нас пострадало, что, вот я, как раз мы были на карантине два-два месяца, но мы не гуляли эти два месяца, да, мы там не работали, в смысле, мой муж не ездил на рынок, не продавал, там мы не работали, именно предприятие стояло. Но в это время мы решили воспользоваться моментом, и мы делали ремонт вокруг дома, то есть я вот красила, муж занимался, он красил ставни, он красил сарай, а я красила веранду, красила окна на чердаке, потом же я красила, ну, как сказать, ворота, ну, в общем, ворота, там какие-то такие вот калитки, такое. Ну, в общем, подкрашивали что-то, подремонтировали, вот, их это что-то раздражало, всё, и тут мы как раз покрасила я веранду, пришёл этот град, он не повредил полностью всю веранду, мне пришлось её перекрашивать. Вот, веранду, ставни пришлось там перекрашивать, короче, попортил, град попортил много что, потому что град был настолько крупный, у меня есть видео на другом канале, два года назад я выкладывала это видео, там такой град был, вот, чтобы вы понимали, каждая крупинка града, она была вот такой, ну, сантиметров три, вот, как будто бы стреляли, вот, стреляли из ружья, потому что такие прям дырки были на ставнях, дырки были на веранде, то есть дерево это всё было подсюкано, просто подсюкано. Вот, ну да, это такое, мы всё переделали, отремонтировали заново, но факт в том, что у соседей как раз-таки всё было повреждено, и у неё началась депрессия какая-то на этой почве, и она там всё плакала, и оттуда начались наши скандалы с соседями. Короче, упрёки пошли такие, вот, типа, вы богатенькие, у вас там деньги, а вот мы тут, типа, короче, по нолям, и такие какие-то упрёки, я не понимаю, я пыталась объяснить человеку, а мы при чём? То есть мне, я сожалею, что так произошло, но это же град, это же не я его посылала, а, как говорится, с неба, это бог, да. И у человека пошло какое-то, вот, как война какая-то в нашу сторону, на этой почве мы стали ругаться, короче, их раздражало, что мы делали какой-то ремонт, каждый ремонт, который мы начинали у себя на территории, они приходили ругаться. То есть мы нанимали строителей, мы отремонтировали дом, то есть какой-то доход, который у нас приходил с предприятием, мы вкладывали в дом. Ну, у нас ремонт, наверное, лет 10 уже, лет 10 вокруг дома, дом мы штукатурили там. Вот, и их стало раздражать, что мы делаем какой-то ремонт, мы делаем, а они не делают, и они приходили, ругались с нашими строителями, доказывали, что вот мы так не должны делать, что вот так что-то их раздражало. И вот эта вот ругня пошла, то есть вот года два, как они не могут оставить нас в покое. То есть, и до того уже дошло, что я выхожу на улицу, и она начинает со мной ругаться, как только она меня видит, то есть я выхожу мирно утром, я вижу соседку, я говорю, добрый день, ну, бонжорно. Ну, она начинает мне, то есть первое, что она мне отвечает, то есть я говорю, вот добрый день, а мне в ответ поступает такое, что живешь на всем готовом, нихрена не делаешь, вот тебе повезло с мужем, а вот он тебя содержит, а ты вот королева, вот ты приехала иностранка, на все готовое. И вот такое каждый день, то есть это уже до такой степени переходило границы, что я не представляю вообще, что человек от меня хочет, понимаете. Я сначала как-то молчала, там что-то ответила и ушла, например, молчала, потом у меня просто, я уже начинала терять терпение, и я начинала отвечать, если я отвечала, мы начинали ругаться, мы начинали ругаться, но очень сильно ругаться. При до такой степени, что прямо вот, ну, скандалы, скандалы конкретные с ней, я уже стала ее игнорировать, я сказала, оставь меня в покое, не разговаривай со мной вообще, потому что я тебе ничего не должна, ты мне вообще никто и звать тебя никак. Я выходила на улицу, я с ней не здоровалась вообще уже, потому что это уже переходила граница ее, вот эти все скандалы. Я выходила на улицу, например, ну, а так, как у меня курочки во дворе, да, я выхожу, иду к курям. В этот момент я с ней не здороваюсь, я делаю вид, что я ее не вижу, потому что она находится на улице. И вдогонку я слышу такое, что уже даже не разговариваешь со мной, что загордилась, ты же у нас королева, ты же у нас богатая, а я же вот, я же вот колхозница, вот как-то так, я же колхозница, конечно, я же тебе уже не по уровню, ты же уже на меня смотришь сверху вниз, я поворачиваюсь и говорю, это только ты так себе решила, я никогда в жизни тебе такого не говорила, я к тебе всегда хорошо относилась, я всегда старалась, чтобы у нас были нормальные отношения, это ты себе так решила. И вот такое в ответ, что ты думаешь, что я себе отпуск не могу позволить? Я говорю, я такого не говорила, например, это ты так решила, ну позволь себе отпуск, ну поедь в отпуск, а вот и поеду. И вот это вот начиналось, и опять скандал, и опять скандал. И я уже не знаю, у меня уже терпения вообще не было, и я потом уже просто в один прекрасный момент я подошла и просто сказала, я говорю, вот я не понимаю, вот скажи мне все, что ты хочешь от меня, вот скажи, вот что ты от меня хочешь, вот объясни мне. Она мне отвечает, потому что в этом роду, в этой семье все женщины пахали в огороде. Ты же приехала, иностранка, она все готовая, и ты не работаешь в огороде. Я говорю, и что? Из-за того, что я выбрала другой, ну как сказать, другую жизнь, да, что я не работаю в огороде. Ну у нас грядки, я грядки делала, я обрабатывала грядки, но я не обрабатывала 4 гектара земли на тракторе, да, как она это делала. Ее это раздражало. Я говорю, ну если я живу так, а ты по-другому, это твой выбор, я тут ни при чем, это ты себе выбрала такую жизнь, от меня что ты хочешь. И начиналась, опять начинала она меня там обливать грязью, орать на меня, орала, но орала до такой степени, что человек неуменяемый, просто вот она бешеная какая-то. Я говорю, я все-таки говорю, я тебе даю совет, пойди к доктору, просто покажись, покажись психологу, психиатру, у тебя реально проблемы с психикой. Потом ее муж периодически слышал наши скандалы, он выходит, а что случилось? Я говорю, покажи свою жену доктору, потому что реально это ненормально, ну чисто человек больной, вот реально больной, у него что-то с психикой. И получается, что он на нее начинал орать, типа успокойся, что такое. И, ну короче, у них там свои отношения, да, семейные, ну короче, естественно, что-то ее не устраивало у себя в жизни, и она вот на меня вот это все выплескивала. Пред до того, что вот я выгуливаю собаку, я иду гулять с собакой, да, с ребенком, с детьми, я иду гулять, там поле. И там дорога такая, что она проходит около ихнего виноградника, но это дорога коммунальная, это не ихняя дорога. Я иду по этой дороге, то есть там идет наша земля, ихняя земля, и дорога эта проходит коммунальная. Я иду по дороге, она на винограднике где-то, и начинается крик в мою сторону. Вот я иду, чисто спокойно гуляю с собакой. Я слышу в свою сторону крик, бессовестная, гуляешь сутками, вот нихрена не делаешь, вот лучше бы пошла на виноградник, мне помогла. Такая странная, я понимаю, все, но если ты на винограднике зарабатываешь деньги, это твоя работа. Мы зарабатываем деньги другим способом. Я тебя прошу помогать, нам работать, по-моему, нет. У нас свой доход, у вас свой доход, у нас своя работа, у вас своя работа. То есть я могу пойти тебе помочь и заплати мне, простите меня, ну если на то пошло, потому что здесь так, если людей нанимают даже на виноградник, да, вот людей, им платят за это. С какого хрена, извините меня за выражение, с какого я должна идти тебе что-то помогать, ты мне кто? Вообще, это вы не представляете, до такой степени, что это уже просто стало невыносимо, невыносимо. Потом в один прекрасный момент у меня лопнуло терпение, я подошла к ней и сказала. И я говорю, если ты не успокоишься, просто если ты не успокоишься, ты не оставишь меня в покое. Это вообще я сказала, чтобы с твоей стороны, я не слышала больше даже привет в мою сторону, вообще никакого слова. Потому что если ты не успокоишься, я просто реально, я пойду просто в полицию и я буду вынуждена просто заявить об этом, потому что... Вот, я просто пойду в полицию и буду вынуждена заявить об этом, просто потому что это уже переходит границу, это уже какое-то психологическое насилие с её стороны. То есть тут уже идёт какое-то, я не знаю, это уже ненормально, маньяк какой-то, это не человек, это уже какое-то, ну, ну, неуменяемое просто. И я просто уже вот, не знаю, я стараюсь просто её избегать реально, уже месяца два-три она меня оставила вроде как в покое, мы просто не общаемся, просто потому что я уже подошла к её сыну, которому 35 лет. Я объяснила ситуацию, я говорю, я не знаю, поговори со своей мамой, ну, и я говорю, вот, честно, я просто не понимаю, что от меня человек хочет, да, и что я ей должна. По-моему, она мне не... Вот мы, я живу 18 лет рядышком, мы живём по соседству, никогда я её не попросила полчаса посмотреть мне ребёнка, никогда не попросила ни о каком-то одолжении абсолютно, ничего никогда у человека не просила, и я ей ничего не должна. То есть я ей не должна ничего. Почему вот ко мне вот такое вот отношение, я не понимаю. Вот, поэтому, как бы, я уже с сыном разговаривала, говорю, поговори с мамой, потому что это уже переходит границы, что мы просто испортим отношения, у нас уже началась война, то есть, ну, это не только по отношению ко мне, то есть уже и с мужем своим были скандалы у неё, то есть она там и мужа моего обливала, потому что мы покрасили ставни, и якобы ставни им не понравились по цвету наши, и там она начала на моего мужа, что ты не так покрасил ставни, но это же наш дом, это наш дом, это наша территория, мы красим ставни так, как мы хотим их красить. Ну, в принципе, переходила уже границу всё, то есть у нас вот строители, она приходит, начинает ругаться с моими строителями, и это вообще, у них был ремонт, я никогда себе ничего подобного не позволяла, вообще не понимаю вот этого. Поэтому, так как у меня с соседкой такие вот отношения, я уже даже гулять перестала вокруг дома, там, около дома, в поле, я просто реально беру машину, отъезжаю, еду куда-то в сторону деревни, в сторону соседней деревни, и гуляю спокойно, вот так вот спокойно, чтобы меня никто не дёргал, потому что мне нервы свои портить из-за неуменяемого человека, конечно, мне просто не хочется. Вот такие вот у меня отношения с соседкой, итальянкой, то есть вот так вот человек меня просто не принял, так она меня плохо восприняла как-то с самого начала, вот 18 лет я живу, вы не представляете, как это тяжело жить вот рядом с таким человеком. Напротив нас живут соседи, очень даже воспитанные люди, мы здороваемся, общаемся, и я иду на прогулку, соседка, которая напротив, она идёт себе на прогулку с собакой сама. Мы можем иногда с ней встретиться, пойти вместе погулять, это другой человек, это совершенно вменяемый человек, нормальный, вот, и не знаю, если что-то надо, там, я не знаю, по соседству я могу обратиться к человеку, который, ну, соседям, которые напротив, соседка же, которая в моём доме, это всё очень сложно, просто вот такие вот сложные отношения. Поэтому я приехала погулять здесь, вот, рассказала вам свою историю отношения с соседями, вот так вот всё обстоят, вот так вот дела. Вот, и на этом я буду заканчивать своё видео, высказалась, выговорилась, как говорится, рассказала вам историю. Такие вот здесь есть люди неуменяемые, но они, в принципе, я считаю, что такие люди есть везде, может, их мало, но они, к сожалению, существуют, вот, и, скажем, с этим ничего поделать нельзя. Вот они есть, и их нужно и то ли терпеть, то ли, я не знаю, но место жительства менять из-за соседки это тоже как-то, не знаю, вроде как бы это наш дом, и мы там уже ремонт сделали, и всё, вот, просто продать дом и уехать, ну, как-то из-за соседей, не знаю, не входило в наши планы, но это очень тяжело, и вот как-то всё так вот обстоит. Вот на этом я буду заканчивать своё видео. Всем большое спасибо за просмотр, до свидания, друзья, до следующих видео.